Добрый день! Дмитрий меня представил, меня зовут Алексей Власенко. Я в компании Infotech занимаюсь вопросами развития продуктов, которые относятся именно к области защиты информации в промышленных системах. Доклад мой будет посвящен этой теме. Не секрет, что информационная безопасность является составной частью комплексной безопасности промышленных предприятий. И если в плане практической безопасности здесь уже достаточно давно идет плотная работа, как Елена Борисовна говорила, у всех там есть ПАС-системы и так далее на все случаи жизни, системы различной пожарной безопасности и прочее, то информационная безопасность до последних лет оставалась несколько за кадром. И ей выделялось несколько меньшее внимание. Но несмотря на это, стоит отметить то, что любое нарушение в области информационной безопасности может также привести к нарушению технологического процесса, к выходу его из-под контроля и в том числе нарушению других аспектов безопасности. Поэтому ее нельзя отрывать, и она является таким же пальцем на руке, как и все остальные аспекты комплексной безопасности промышленных предприятий. И это настолько важно, что регуляторы тоже уделяют этому большое внимание. И в области промышленности, в вопросах безопасности критической информационной инфраструктуры, здесь у нас регулятором является ВСТЭК России, и он по этой части, как уже говорилось, проводит очень большую методическую работу и выпустил достаточно большое количество подзаконных актов к 187-му федеральному закону, одним из которых является 239-й приказ ВСТЭК России, который все знают, безусловно. Этот приказ определяет те самые меры, которые необходимо реализовать на объектах критической информационной инфраструктуры в промышленности для того, чтобы обезопасить их. Этих мер достаточно много, их 152, они отнесены в 17 категориях, находятся. На первый взгляд, выглядит все достаточно сложно и страшно, но если в этом разобраться, то не так это страшно, и есть что с этим делать. Мы, в общем-то, тоже, как и многие из вас, знаем, как подходить к этим вопросам. Все эти меры можно классифицировать, в общем-то, на три категории. Это организационные меры, организационно-технические и технические. Если организационные меры, они как бы реализуются организационными методами, методами обеспечения режима предприятия, обучения персонала и так далее, то нас больше интересуют организационно-технические и технические меры, которые требуют для своей реализации каких-то технических средств и способов, о которых сейчас я попробую рассказать о наших подходах к этому. Среди этих мер можно выделить такие, которые традиционно, с нашей точки зрения, решаются как раз лучше всего с помощью именно средств криптографической защиты информации. Это такие, как аутентификация, например, пользователей или защита информации при передаче между объектами или сегментами системы, защита какой-нибудь сценарий, например, доверенной загрузки устройств и тому подобное. Вот эти как раз сценарии, они лучше всего реализуются именно техническими способами, именно средствами, с помощью средств криптографической защиты информации. Мы для себя выделили три основных подхода к реализации безопасности промышленных объектов. Первый из них – это наиболее распространенный и многим известный способ использования наложенных средств защиты информации, которые позволяют защитить периметр информационной системы, сегментировать ее, и, что очень важно, защитить каналы передачи данных, как раз именно криптографическими способами в основном это делается. Второй подход – это использование интегрированных средств криптографической защиты информации. Здесь подразумевается, что непосредственно в защищаемые объекты интегрируется СКЗИ, и с помощью его функций уже реализуются различные сценарии информационной безопасности. Те, о которых я упомянул, это аутентификация, доверенная загрузка, доверенное обновление устройств, защита данных при передаче между различными устройствами. И третий, наиболее, скажем так, комплексный подход – это комбинированный метод, сочетающий в себе использование как наложенных, так и встраиваемых средств защиты информации. Ну и теперь по порядку о каждом из подходов и о том, что мы, например, как вендоры средств защиты информации предлагаем для реализации каждого из них. В первую очередь, это, хотел бы вам рассказать о нашем промышленном шлюзе безопасности. Это BitNet координатор Industrial Gateway или координатор IG. Это промышленный шлюз безопасности, который сочетает в себе функции как межсетевого экрана, так и шлюза VPN. Он предназначен для использования в различных системах и в том числе критической информационной инфраструктуры до первой категории, включительно. Как я уже говорил, он в первую очередь является шлюзом безопасности, то есть криптошлюзом, который позволяет защитить каналы передачи данных. И также является межсетевым экраном промышленного типа, который позволяет обеспечить защиту периметра сети, ее сегментирование, выделение демилитаризованных зон и так далее. Ну и, разумеется, имеет различные сетевые функции, как и многие другие шлюзы без функции безопасности. Он имеет промышленный дизайн, это значит, что у него безвентиляторное исполнение, расширенный температурный диапазон для того, чтобы можно было его использовать в полевых условиях, на объектах, где нет отопления и так далее. То есть от минус 40 или в некоторых исполнениях от минус 20 до плюс 60 градусов Цельсия. Питание осуществляется в диапазоне 12-24 вольта, что наиболее распространенный диапазон для промышленных систем. А также имеет электромагнитную совместимость по промышленному классу, что позволяет его использовать на различных объектах, типа, например, электрических подстанций, генерирующих объектах и других. Сейчас на рынке у нас модель представлена в двух исполнениях, это IG-10 и IG-100, которые по функционалу идентичны, но отличаются по производительности. Соответственно, 10 и 60 мегабит производительность для этих моделей. У них доступны различные функции, фильтрация по адресам, по группам и так далее. То, что привычно в подобных устройствах. Но кроме этого есть такие важные функции, как, например, глубокая фильтрация протокола Modbus, очень распространенного в промышленности. Здесь мы можем фильтровать пакеты как и по номерам функций, так и по адресам регистров, которые там в них указываются. То есть запрещать буквально отдельные действия, выполняемые по этому протоколу и отдельные команды. Кроме этого, есть возможность расширить координатор, установив в него различные беспроводные модули. Это и модуль связи по сотовой сети, по Wi-Fi, что расширяет сценарий его применения. То есть возможность, например, резервирования основного канала передачи данных с помощью беспроводных каналов. Естественно, это средство является сертифицированным средством. Оно сертифицировано ФСБ России как средство криптографической защиты информации и межсетевой экран четвертого класса защищенности. Включен в реестр производителей российской электронной промышленности. И сейчас на финальной стадии находится сертификация потребов в СТЭК России к межсетевым экранам типа Д четвертого класса и типа А. А также по четвертому классу требований доверия и безопасности. Четвертому классу. Это выполняется либо по какому-то проводному каналу передачи данных, либо по беспроводным. Например, используется 3G или 4G связь через сотового оператора. На стороне диспетчерской подстанции используется кластер из сетевых устройств для того, чтобы резервировать друг друга. Ну, для обеспечения комплексной надежности технологического процесса. И вот задача состоит в том, чтобы обеспечить защиту каналов в такой системе, выполнить ее сегментирование, защитить ее периметр и защитить передачу данных по вот этим незащищенным чаще всего каналам передачи данных. Потому что часто используются, например, каналы сотовых операторов, арендованные какие-то каналы через сети общего пользования и так далее. Здесь, в общем-то, подход следующий. На стороне диспетчерского пункта устанавливается кластер из шлюзов безопасности випнет-координатора HW, ну, например, HW-2000, потому что нагрузка достаточно большая, диспетчерский пункт управляет большим количеством оборудования и так далее. Здесь достаточно мощные устройства устанавливаются. А на подстанциях устанавливается как раз промышленный шлюз безопасности координатора IG, который и позволяет выделить вот этот сегмент промышленной системы и организовать передачу данных через, неважно какие сети, в том числе сети общего пользования, построить защищенный канал по технологии випнет-випн. Кроме этого, он позволяет резервировать этот канал через другого провайдера, например, через сотового оператора по 3G-связи или по 4G. Это значит, что если вдруг по какой-то причине основной канал выйдет из строя, координатор автоматом переключится на резервный канал передачи данных, и вы не потеряете ни телеуправление этим объектом, ни телесигнализацию. Таким образом, в принципе, можно обеспечить безопасность не обязательно энергетического какого-то объекта, любого промышленного объекта, являющегося распределенным, да и не только промышленным, например, оперу банка и его филиалы. Примерно по такой же технологии, с таким же подходом можно защитить каналы передачи данных. Второе направление – это встраиваемые средства криптографической защиты информации. И здесь у нас не один продукт, а целое решение, включающее в себя в первую очередь криптомодуль ПакВитнет-ССКОР. Это такой небольшой криптомодуль в виде отдельной платы, который вставляется в устройство для обеспечения их защиты. И программный продукт СИЕС-Юнит, который предназначен для установки на рабочие станции, сервера, SCADA-сервера, сервера сбора данных и так далее. Кроме этого, есть средства управления решением, Центр управления Викнет-ССМС и ARM локального обслуживания Викнет-ССВоркстейшн. Я сейчас расскажу именно о продуктах, которые непосредственно используются для защиты устройств и о том, как их использовать. Викнет-ССКОР, как я сказал, это вот такая небольшая плата, она у нас есть на стенде, можно посмотреть, она не такая огромная, как здесь на фотографии, на самом деле это примерно со спичечный коробок. Она подсоединяется к защитному устройству типа программируемого логического контроллера по одному из доступных интерфейсов UART, USB, SPI. И дальше уже на прикладном уровне устройство может вызывать криптографические функции, которые выполняются внутри нашего СКЗИ. То есть, например, нужно зашифровать блок данных, он передается туда и вызывает функцию зашифровать в ответ, получается, зашифрованный блок данных, который используется уже в каких-то сценариях. То есть, это не является проходным каким-то шифратором, который стоит на канале, как, например, координатор, а такой вот СКЗИ в виде сервиса. На станциях на верхнем уровне, на инженерных станциях, на серверах и так далее устанавливается Викнет-СС-Юнит, это программные СКЗИ, оно работает в виде сервиса операционной системы. И также прикладное ПО, например, с КАДой системы может к нему обращаться для того, чтобы защитить какие-то данные, которые необходимо, например, передать на контроллер или получены в защищенном виде от контроллера. Для этого используется RESTful API интерфейс, через него вызываются все функции. То есть, все криптографические преобразования происходят внутри либо сервиса CS-Юнит, либо той самой платы, о которой я говорил, CS-Core. В случае CS-Core, то есть, это получается, что даже разгружается основной процессор с той системы, в которую он интегрируется. Средства эти, они сертифицированы по требованию ФСБ России, к средствам криптографической защиты информации класса КС-3. Мы проделали достаточно большую работу для того, чтобы получить сертификат на наше устройство, Викнет-СС-Core. Это достаточно длительная была работа, сложная, но мы добились в этой области успеха. Эти устройства, и CS-Юнит, и CS-Core, они работают, как я уже говорил, как криптографический сервис и предоставляют устройствам, в которые они интегрированы, следующий набор криптографических функций. Это вычисление, проверка имитов ставки, зашифрование блока данных по протоколу CRISP, защита от повтора данных, то есть, возможности записать сессию и воспроизвести ее в канал, а также защита с помощью прикладной PKI, то есть, здесь зашифрование данных в CMS-формате и электронная подпись. Полноценная электронная подпись, единственное, что она является неквалифицированной, потому что генерация ключей происходит внутри нашей замкнутой системы. И также есть функция вычисления хэш-кода для блока данных. Расскажу немножко о том, как мы предлагаем, какие сценарии безопасности можно реализовать с помощью этих средств и как можно было бы их реализовать в той или иной системе. Итак, после интеграции CS Core или CS Unit в устройство, устройство уже на прикладном уровне получает возможность реализовать такие важные сценарии, как я уже говорил, как аутентификация пользователей устройств, обеспечение конфиденциальности данных, обеспечение целостности данных при передаче, различные, там, не знаю, такие сценарии, как доверенная загрузка устройств, доверенное конфигурирование, доверенное обновление. Эти, в общем-то, сценарии достаточно сложно реализовать другими способами, ну, например, используя наложенные средства защиты информации. И немножко поподробнее об этих сценариях, о том, как работает вообще в целом наше решение и входящие в него продукты. Предположим, вот у нас есть такая система, нам нужно из защищаемого устройства передать на сервер сбора данных какой-то, ну, идет обмен данными, передаются они по сети, по промышленной сети, может быть незащищенной или проходить даже местами через сети общего пользования. В этом случае защищаемое устройство, прежде чем передать блок данных на сервер сбора, обращается к криптомодулю CSCOR, передает туда открытые данные и вызывает функцию, ну, например, зашифрования этих данных. В ответ получает зашифрованный пакет данных. И уже вот этот зашифрованный пакет данных страивается в тот промышленный протокол, упаковывается, который использовался до интеграции средств защиты и передается на верхний уровень. На верхнем уровне SCADA-система, например, получив такой зашифрованный блок данных, прежде чем его использовать, обращается к своему сервису Ethernet CSUnit, вызывает функцию расшифрования, в ответ получает исходные данные, которые используются уже для ведения технологического процесса. То есть, как я уже говорил, это не проходной шифратор, а вот работает по вызову со стороны прикладного программного обеспечения, что позволяет работать именно с данными и защищать именно блоки данных, таким образом обеспечивает совместимость практически с любым промышленным протоколом. Еще одним важным сценарием может быть, как я уже говорил, это, например, доверенное обновление программного обеспечения. Предположим, что нам нужно с инженерной станции загрузить пакет обновлений, некий файл на контроллер. Файл может передаваться по промышленной сети, которая может быть не защищена, и для того, чтобы защитить его от подмены нарушителям или внесения каких-то несанкционированных изменений в этот файл, предполагается использование встраиваемых средств криптографической защиты информации. В этом случае сценарий может выглядеть следующим образом. На инженерной станции, после того, как подготовлен файл обновления, прежде всего, прежде чем его передать в контроллер, вызывается функция, например, CS-юнита формирования электронной подписи для этого файла. И уже подписанный файл вместе с электронной подписью передается на контроллер. Там, получив этот файл, он, прежде чем применить обновление, сначала вызывает в криптомодуле функцию проверки электронной подписи, и только если подпись сошлась, в этом случае применяется обновление. Таким образом, мы обезопасиваем себя от того, чтобы кто-то мог несанкционированно внести какие-то изменения в файл обновления при его передаче по сети, потому что даже защита сети от инженерной станции до контроллера не гарантирует такого рода изменения. Другой сценарий, например, распространенный, как вот уже Елена Борисовна прямо упоминала о том, что есть такие сценарии, как телесервис и так далее, когда инженер удаленно подключается к объекту для того, чтобы произвести какие-то настройки, оборудование, какое-то переконфигурирование этого оборудования. Часто подключение происходит в том числе с использованием каналов, проходящих по сетям общего пользования. Этим же способом может воспользоваться и нарушитель для того, чтобы внести какие-то несанкционированные изменения или в конфигурацию оборудования, или просто заполучить контроль над этим оборудованием. В этом случае тоже можно использовать встраиваемые средства криптографической защиты. Например, на станции инженера можно установить любой провайдер, криптографический провайдер, поддерживающий формирование электронной подписью, например, наш випнет-CSP бесплатный, который может скачать с нашего сайта. А в управляемое устройство, например, в программируемый логический контроллер устанавливается встраиваемое средство криптографической защиты, например, в виде криптомодуля. И в этом случае получается возможность выполнить стойкую аутентификацию пользователей с использованием криптографических механизмов. То есть инженер, подключившись к контроллеру, делает запрос на получение доступа к нему в ответ. Контроллер инициирует процесс аутентификации, который заключается в следующем. Он в ответ на этот запрос, криптомодуль формирует для контроллера случайную последовательность данных, которую контроллер передает на станцию инженера. Там на станции инженера эта случайная последовательность данных подписывается электронной подписью с использованием сертификата инженера. И уже подписанная возвращается обратно на контроллер. В этом случае контроллер, получив эту подписанную последовательность данных, передает ее в криптомодуль для проверки подписи. И только если подпись верна, если она сошлась, то тогда разрешается доступ пользователя к оборудованию и к возможности внесения каких-то изменений в конфигурации, настройки оборудования и так далее. То есть незарегистрированный пользователь, чьего сертификата нет в устройстве и чья подпись не может быть проверена, не получит такого доступа и, соответственно, не сможет внести какие-либо изменения. Таким образом можно подключаться не только удаленно, но и локально, в том числе, когда есть потребность, например, настройки оборудования локально. То есть, например, с ноутбуком подойти к контролеру, там что-то нужно настроить. Ну и в заключение несколько слов про комбинированную защиту. Вот здесь я привел некую такую типовую схему АСУ-ТП. Здесь изображено то, что непосредственно на узлах используются криптографические средства, встраиваемые. Это на верхнем уровне CS-юнит, на нижнем CS-кор. А для защиты канала используются шлюзы безопасности, координаторы Industrial Gateway и координаторы HW, для того, чтобы именно выполнить защиту канала, сегментирование, защиту периметра информационной системы. По нашим оценкам, использование такого комбинированного подхода позволяет закрыть порядка 55% мер, указанных в 239-м приказе в СТЭК России, не считая меры организационного характера. То есть вместе с организационными мерами и, может быть, какими-то компенсирующими мерами, это уже близится к полному покрытию всех мер, которые предусмотрены в 239-м приказе. Продолжение следует...